Колдовство Вуду зародилось очень давно в африканских и карибских племенах. Но лишь в конце 17 века в жаркой Луизиане появился город Новый Орлеан, который был окутан поклонением Вуду, ведьмами и мистикой. А меня зовут Ольга Монтро и давайте вместе окунемся в чарующий и жуткий мир Нового Орлеана, культ Вуду, а также подробно поговорим о ведьме Мари Лаво и ее судьбе. Новый Орлеан был основан в конце 17-го начале 18 века на восточном побережье США и стал самым крупным портом и рынком по торговле людьми. Кстати, если захотите подробнее поговорить про историю рабства, дайте знать в комментариях. Порты Нового Орлеана свозили рабов, африканцев, карибцев, гаитян и других. Всех их объединяла черная кожа и вера в культ Вуду. Так и сформировалась луизианская Вуду, в которую верили рабы. Их же хозяины, плантаторы просто закрывали на их веру глаза, но лишь первое время. В Вуду, конечно же, есть божества. Главный бог Маву, его сын Лекпа и большое множество других, более мелких богов. Основа религии достаточно стандартна, но более первобытна и зловеща. Поклонение опасным животным, таким как змей, например. Само собой жертвоприношение с обезглавливанием и употреблением крови жертвы. Чаще всего это мелкие птицы, такие как петухи. Безумные ритуальные танцы, талисманы, обереги. Вообще различная символика очень приветствовалась. Такие вещи заговаривали, проклинали или ставили на них защиту. Так и появились куклы Вуду. Выглядели они по-разному. Чаще всего тряпичные, соломенные или восковые, но всегда в форме жертвы, человеческой фигурки. Применение у них было одно – навредить определенному человеку, врагу. Их заговаривали и даже добавляли к ним частичку врага – кровь, волос, ноготь, слюну, зуб – все, к чему есть доступ. Если обряд сделан верно, а желательно могущественной ведьмой или колдуном, то жертву ждет страшный финал. Такую куклу могли мучить, избивать, колоть иглами, либо сразу же ее уничтожить. Но чаще всего ее подкладывали недалеко от жертвы, например, закапывали у порога дома. Говорят, эффект не заставлял себя долго ждать. Жертва сходила с ума от боли и скоро погибала. Если же жертва вовремя одумается и сделает то, что хочет наложивший на нее заклятие, то обряд или куклу можно отменить. А как я уже сказала ранее, рабы верили и боялись Вуду. Но их начали привлекать к протестантству, и две веры сплелись. Белые слои общества также стали прибегать к помощи Вуду. Прошло сто лет. Новый Орлеан стал большим городом с избытком рабов, поэтому некоторым из них начали давать свободу. У рабов даже был выходной день, в воскресенье, и им разрешалось устраивать праздненство на площади Конго. Конечно же, с танцами, обрядами и поклонением Вуду. Одной из таких освобожденных была Маргарита де Контрелл. У нее был роман с белым мужчиной, Чарльзом Лаво, который помог купить ей свободу. Позже женщина забеременела, и 10 сентября 1801 года на свет появилась малышка, которую назвали Мари. Мари Лаво. Про ее детство практически ничего не известно, лишь то, что она жила в вере Вуду и протестантстве. Также девочка была достаточно образована и мудра. А уже в 18 лет, 4 августа 1819 года, Мари Лаво вышла замуж за бывшего гаитянина Жака Перриса. Правда, прожили они в счастливом браке недолго. И то ли Жак Перрис уплыл в Гаите навестить родственников и там исчез, то ли погиб при неизвестных обстоятельствах. Так или иначе, Мари Лаво официально признали вдовой со скромным наследством, которого все же хватило Мари, чтобы открыть очень привлекательную парикмахерскую. В те времена, конечно же, все разделялось по цвету кожи. Черные женщины ходили в свои парикмахерские, а белые – в свои. Но у Мари Лаво были волшебные руки. Никто не мог сравниться с ней в Новом Орлеане, и в ее салон начали ходить не просто белые женщины, а белые женщины из высших слоев общества. А Мари не только колдовала с их волосами, она еще и очень много слушала. Сплетни летали из уст в уста, а Мари, закрывая свою парикмахерскую, шла все эти сплетни записывать. У нее был план, который она развила очень изящно. Для начала она начала сама распускать слухи о своих ведьминских и вуду способностях. Как я уже говорила, белые господа и дамы начали интересоваться возможностями вуду. Так что да, эти слухи их привлекли к Мари Лаво больше, чем прически. И второе Мари сделала немного жестоко. И сейчас загадка. Кто есть в каждом богатом доме Америки в 17-19 веках? К сожалению, это раб. И не один. И чаще всего белые господа относились к ним как к вещам, не замечая их наличия в комнате. Обсуждали при них все. Мари Лаво это знала и решила использовать это для себя. Так что она в каждый интересующий ее дом подложила по кукле Вуду. Так, чтобы их нашли именно рабы. Так и происходило. Позже Мари с каждым из них связывалась и давала выбор. Либо быть информатором и рассказывать ей про все, что происходит в доме. Либо погибнуть. От ее Вуду проклятие. Стоит ли говорить о том, что все соглашались? Таким образом, Мари Лаво начала знать все секреты влиятельной верхушки Нового Орлеана. А слухи о том, что она могущественная ведьма, звучали по всему городу, приводя к ней толпы желающих. Спустя несколько лет Мари Лаво была уже так влиятельна, что сама выбирала, кого принять к себе на сеанс Вуду, а кого отвергнуть. Также она стала частью почитаемых людей Нового Орлеана. И даже всей Луизианы. Поговаривают, что Мари Лаво даже завела огромного питона, которого звали зомби. Кстати, да. Вообще, термин зомби пошел именно из Вуду, когда могущественные колдуны воскрешали упокоившихся с миром и полностью подчиняли их себе. Также в Вуду в зомби обращались те, кто умер от голода. Погибая, они возвращались в виде зомби. А имея большие познания в Вуду и в протестантстве, а также будучи прекрасным психологом и манипулятором, плюс зная все сплетни, а также и недуги и слабые места своих клиентов, Мари Лаво легко их дурила. И ей верили. Верили и платили хорошие деньги за амулеты, талисманы, лечебные порошки и микстуры, а также за проклятия, привороты или порчу. Ее влияние было так велико, что даже когда церковь заинтересовалась ею, в конце концов еще не остыли костры святой Инквизиции. Верхушки Нового Орлеана и покровители Мари Лаво заступились за нее и не позволили даже приблизиться к ней с обвинениями. Вот пара случаев из практики Вуду Мари Лаво, которые известны. В Новом Орлеане готовилась свадьба. Богатый старый жених и юная красавица-невеста. Брак был не по любви, конечно, а по договоренности отца невесты и жениха. Девушка отказывалась от замужества, не ела, не пила и пыталась проститься с жизнью. А старый жених забеспокоился, что невеста так и не доживет до свадьбы и отправился к Мари Лаво за помощью. Та взяла плату, сделала заговор на порошок и сказала, что свадьбе быть и в день свадьбы он должен принять этот порошок. Только вот она не сказала то, что до него к ней приходило поверенное лицо невесты, которой она пообещала избавиться от жениха. И вот день свадьбы наступил, невеста покорна, жених счастлив. Но к вечеру юная невеста, побыв женой совсем недолго, сразу же стала очень богатой к доволь. Приличную часть наследства она, конечно же, передала Мари Лаво. То ли магия Вуду сработала, то ли отравленный порошок. А мы перейдем ко второму случаю. К Мари Лаво обратился богатый и почитаемый новоорлеанец, чей сын в драке лишил жизни человека. Теперь его будут судить и суд вряд ли пройдет успешно для парня. Мари согласилась помочь. В день суда все утро она молилась в церкви. После она вошла в здание суда, прошла в зал заседаний и положила по перчику на каждой из стульев судей. Вошедшие же в зал судьи увидели и Мари Лаво в задних рядах, и ярко-красные перчики на своих стульях. Суд длился недолго, юноша был полностью оправдан. За эту же помощь Мари Лаво получила во владение один из домов, обратившегося к ней мужчины. А чтобы спасти, защитить, исцелить себя, приворожить или навредить кому-то, люди готовы поверить в любой бред. И всегда, конечно же, находятся другие люди, готовые им в этом помочь, а заодно помочь им проститься с деньгами или помимо, как например Мари Лаво, обрести власть. Да и в целом Мари Лаво была одной из первых, кто понял это и кто создал свою лжеимперию. Конечно же, она была нечестна и в своей магии использовала обман, шантаж и даже преступление. Она прожила долгую жизнь. Строила бизнес не только в сфере красоты и колдовства, также у нее были и бордель, и алкогольный бизнес. Как же жаль, что сохранилось очень мало информации о ней. Вот чьи мемуары я бы с удовольствием прочла. Кстати, некоторые источники утверждают, что у Мари Лаво было еще два мужа и целых 20 детей. Другие же источники утверждают, что детей у нее никогда не было или были, но усыновленные. Даже есть сведения, что у Мари была дочь, также Мари, которая обладала силой не меньше, чем у матери и продолжила ее дело. По другим сведениям, дело Мари Лаво продолжила Мальвина Латур. Пока же Орлеаном непризнанно руководила Мари Лаво, она совершала и благие дела. Например, среди рабов ходил слух, что если твой хозяин тебя обижает, следует сообщить Мадам Лаво. Позже такой хозяин получал красную сумочку Кри-Кри. Так называла свои оберегии Мари Лаво. Но вот красный Кри-Кри был совсем не оберегом, а проклятием, дающий шанс исправиться. Иначе неминуемая мучительная кончина. Все так боялись получить красный Кри-Кри, что отношение к рабам действительно улучшилось. Мари Лаво не стала в возрасте 79 лет, 16 июня 1881 года. Издание Нью-Йорк Таймс выпустило некролог с такими словами. Все юристы, судьи, плантаторы и торговцы пришли к ее дому, чтобы выразить свои соболезнования. Я напомню, это был конец 19 века, а Мари Лаво была чернокожей. Только представьте, какое влияние у нее было. Кстати, гробница Мари Лаво находится на кладбище Нового Орлеана, стены которой периодически приходится реставрировать. Так как они, все время исцарапанные крестами, просто разрушаются. Ходит легенда, что если хочешь исполнения желания, нужно посетить гробницу Мари Лаво, нацарапать три креста и прошептать свое желание у дверей гробницы. Благодаря Мари Лаво Новый Орлеан стал мистическим туристическим центром и самым загадочным городом США. Старинная и таинственная архитектура переносит в прошлое, сувенирные лавочки наполнены вуду колдовской атрибутикой, черепами и сувенирами, которые соседствуют рядом с салонами ведьм и ясновидящих. Конечно же, все это сопровождается новоорлеанским джазом, иконой которого по сей день остается бессмертный Луи Армстронг, родившийся в этом городе, как и королева Нового Орлеана Мари Лаво. Кстати, если хотите погрузиться в атмосферу, могу посоветовать вам американскую историю ужасов «Шабаш. Третий сезон». Там Мари Лаво играет великолепная Рамона Руэлл. Также советую фильм «Ключ от всех дверей» 2005 года, не про Мари Лаво, но в стилистике, и прекрасно показывает голдовство в Новом Орлеане. А следующее видео из цикла «Охоты на ведьм» я хочу посвятить изгнанию дьявола и одержимости. Будет по-настоящему жутко. А уж потом поговорим про ясновидящих, ой, про шарлатанов я хотела сказать. Там уж вы сможете вдоволь высказаться о том, какая я глупышка, что не верю в потусторонние силы. И да, с вами была я, Ольга Монтру. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. За ваш лайк, подписочку, комментарий и колокольчик. Всех обнимаю и верю в лучшее. Пока-пока.